Уважаемые слушатели, рассаживаемся на свои места. Мы начинаем нашу лекцию. Мы очень рады представить вашему вниманию генерального директора Института внешнеполитических исследований инициатив советника Международного инвестиционного агентства России сегодня Веронику Юрьевну Крашенинникову. И лекция, которую вы видите уже на экране. Пожалуйста, Вероника Юрьевна, мы вас приветствуем. Добрый день, дорогие друзья. Смотрела я вашу программу. Как много информации вы способны усвоить, если вы с утра до ночи учитесь и еще знакомитесь между собой. Очень насыщенная у вас жизнь. На вид все живы, все здоровы, и перегрузка еще не наступила, да? Ну, это значит впереди. Давайте пойдем вперед. Итак, сейчас займемся интереснейшей темой, которая находится на стыке сегодняшних событий и истории, недавней истории. Зачем мы изучаем историю, дорогие друзья? Ну, естественно, это совершенно захватывающие рассказы. В истории никакой, с историей никакой Голливуд не сравнится. То, что происходило в истории разных государств, не сможет воспроизвести никакой, никакая киностудия. Однако есть и очень важная практическая польза от изучения истории. В истории все уже было. Мы с вами говорили позавчера на открытии школы о том, что исследователь изучает прошлое примерно как шахматист. Как шахматист мы изучаем, как ходят фигуры, то есть как ходят разные государства, правительства, и у них действительно есть своеобразные паттерны, то есть типы поведения. И практически все за тысячелетнюю историю мира, за гораздо более длинную историю мира было сыграно. Все эпизоды уже были. Конечно же, никогда они не повторяются точно так же, но тем не менее, и игроки имеют примерно постоянные интересы, и инструменты примерно те же используются, только, конечно, на новом техническом и технологическом уровне. И давайте сегодня посмотрим на одну из таких сыгранных партий. Как раз увидим, насколько политика Соединенных Штатов является последовательной. и какие инструменты используются в разные периоды по отношению к нашей стране, будь то Советский Союз или сегодня современная Россия. Как думаете, переводчик успевает за мной? Все нормально? Да? Хорошо? Итак, посмотрим на так называемую стратегию отбрасывания. Как она применялась изначально в 80-е годы во времена администрации Рейгана, и как сегодняшняя стратегия соотносится с тем, что делалось 40 лет назад. Отбрасывание на английском языке называется rollback. Итак, начнем с сегодняшних новостей. Вы, может быть, слышали, что из России в Европу строится газопровод «Северный поток-2». «Северный поток-1» уже построен, и сейчас заканчивается вторая ветка, которая приносит газ из Сибири в Германию и дальше в европейские государства. Все слышали? Ребята, кто из европейских стран здесь? Кто знает политику? Так, хорошо. Ну, значит, вы, по крайней мере, вы об этом слышали. Так, преимущества «Северного потока-2». Для России, конечно же, мы расширяем сеть трубопроводов. И, продавая газ в Европе, российская казна получает доллары, евро в той валюте, в которой государство платит за этот газ. А деньги для государства – это вот как кровь в кровеносной системе. Все, что вы делаете внутри, требует определенных расходов. И вот мы получаем таким образом деньги из экспорта газа. Да, конечно же, по новому газопроводу и газ будет стоить дешевле для России. И таким образом мы укрепляем сотрудничество с Европой. Для Европы газ, трубный газ – это самый дешевый газ. Потому что если речь идет о жиженом газе, нужно сначала этот газ добыть, потом превратить в жиженный вид, затем перевезти по морю в танкерах, затем превратить обратно в газ это вещество, ну и доставить потребителю. Все это существенно удорожает газ. Германия, например, сейчас отказывается одновременно и от атомной энергии, и от энергии угля. Что остается действительно только газ. В Германии этот газ категорически нужен, российский. Ну и, конечно же, это самое выгодное с точки зрения охраны окружающей среды средство получения энергии. Вот, однако, в годы администрации Трампа, ну совсем недавно, в 2018 году он объявил, что намеревается сделать Америку энергетической супердержавой. И это значит, что Америка должна захватить те рынки, которые до сих пор принадлежат России или другим государствам. Один из главных рынков энергии для России – это европейский энергетический рынок. И для того, чтобы продавать собственный американский газ, Соединенные Штаты должны Россию с этого рынка вытеснить. И поэтому администрация Трампа решила прекратить строительство Северного потока-2. Вот, как это сделать? Они ввели санкции против судов, против компаний-строителей и укладчиков вот этой длинной трубы по дну Балтийского моря. Затем против компаний-страховщиков. Затем против компаний-рестраховщиков. Это очень сложная страховая индустрия. Против компаний-финансирующих проект. То есть все, кто на разных этапах задействован в строительстве газопровода, попали под санкции. Ну и недостроенными на данный момент остаются 148 километров в водах Дании и Германии. Вот этот путь нам еще нужно пройти. Значит, вы видите сверху Северный поток-2, который сейчас пунктиром проведен. А вот эта длинная-длинная зеленая нитка посредине России – это трубопровод Уренгой-Помары-Ужгород. Все люди моего поколения знают это словосочетание со школой. Потому что когда мы учились в школе, мы постоянно слышали в новостях «Уренгой-Помары-Ужгород», «Уренгой-Помары-Ужгород». Мы точно не знали, естественно, в том возрасте, о чем шла речь, но было в новостях постоянно. Итак, в Америке он назывался «Транссибирский» или «Сибирский», потому что им сложно было произносить эти три названия города. И проект был предложен, разработан в 1978 году и предполагал прокладку двух нитей, используя технологии и оборудование, и трубы большого диаметра, которые бы поставлялись из Европы, а также частично из Японии. И вот эти трубы большого диаметра, метр сорок два сантиметра, тогда в Советском Союзе не производились. То есть нам необходимо было сотрудничество с западными странами. Ну и плюс финансирование, кредиты от банков японских и германских в счет поставок газа будущего. Итак, вот смотрите, советские газовики и трубостроители возводят вот эти сложные сооружения. В 1970 году, то есть еще раньше, заключен контракт века, так называемый, сделка газ трубы, то есть Запад нам дает трубы, а мы Западу даем газ. И это было крупнейшее соглашение между Советским Союзом и Федеративной Республикой Германии. И тогда мы сейчас не осознаем, насколько активным было экономическое сотрудничество между Советским Союзом и Европой. Вот посмотрите, там список длинных компаний. Все эти компании задействованы были только вот в этом конкретно трубопроводе. И французские, и британские, но в опиньоне итальянская, германские, Манесман снова, Дрессер Индастрии и так далее. То есть активное сотрудничество, всем было это выгодно. Однако приходит Рональд Рейган. Рональд Рейган ультраконсервативной идеологии принадлежал. У него были две идеи фикс. Налоги поднимать нельзя, потому что это невыгодно большому бизнесу, а Советский Союз должен быть разрушен, потому что он представлял слишком высокую конкурентную угрозу для капиталистического строя. Он показывал пример работающей экономики и показывал, заставлял, собственно, весь западный мир создавать социальное государство для рабочих, для трудящихся. А это дополнительные расходы, а капитал дополнительные расходы не любит. Итак, Рейган решил применить все невоенные средства, чтобы остановить наступление коммунизма. Это американская формулировка, там было не только про коммунизм, но гораздо больше еще и про экономику. Параллельно Рейган наращивал военные расходы. Смотрите, при Картере в 1980 году они составляли 160 миллиардов долларов и затем увеличились почти вдвое за 7 лет при Рональде Рейгане. Выборы были в 1980 году, и президент вступает в полномочия через 3 месяца, то есть в январе 1981 года. Ребята, мы говорим сейчас с вами о событиях, которые происходили как раз 40 лет назад. Январь, февраль, март начинает, администрация Рейгана начинает разработку стратегии. Какой стратегии, сейчас узнаем. Да, а кто такой Рейган еще, да? Да, Рейган был по первой профессии актер, будем это помнить. Ну, актер таких посредственных фильмов. Вот один из фильмов, в котором он играл «Bad time for Bonzo». Бонзо – это шимпанзе. И более того, он был одним из руководителей ассоциации актеров, президент гильдии киноактеров США, и был информатором ФБР, поскольку в Голливуде было немало людей, режиссеров, актеров, которые сочувствовали Советскому Союзу и им в социалистической системе, и считали, что рабочие в Америке должны получать привилегии. Их труд должен оплачиваться. Так вот, он сообщал ФБР о своих коллегах, которых он подозревал в неправильной идеологии. Так, и вот такой президент Рейган собрал вот такую команду. Здесь мы говорим о директоре ЦРУ Уильяме Кейси, Билл Кейси. Его очень близкий советник Эдвин Миз. Впоследствии он стал генпрокурором, но он всегда был при Рейгане и в предыдущие десятилетия. Уильям Кларк стал советником по национальной безопасности, главой Совета по национальной безопасности. И Каспар Уайнбергер, министр обороны. Вот это было ядро команды Рейгана. И еще был в Совете по национальной безопасности вот этот интереснейший человек. Его зовут Роджер Робинсон. И в 80-е годы ему было лет 30. Молодой парень, головорез от бизнеса. Он работал в банке Чейс Манхэттена и как раз занимался кредитами Советскому Союзу. То есть он хорошо знал советскую экономику и ее слабые места. Итак, что они решили сделать? Они решили... Да, значит, Советский Союз нужно остановить. Как это сделать? Они посмотрели, откуда Советский Союз получает деньги, валюту. Оказалось, что в первую очередь это газ, большая часть, затем это нефть, золото и вооружение. Итак, вот эти, мы будем говорить о двух первых источниках долларов, они решили перекрыть. И это был только первый пункт плана. Итак, если до Рейгана все президенты принимали существование Советского Союза и пытались найти способы как-то жить, конечно, сдерживать Советский Союз и не давать распространять больше влияния, но они принимали сам факт существования Советского Союза. Никто не мог поверить, что Советский Союз может исчезнуть. Вот разница с Рейганом в том, что Рейган считал, что Советский Союз нужно уничтожить. Итак, вот что говорит Роджер Робинсон. А почему я это все знаю? Потому что, дорогие друзья, мне однажды журналистская удача очень сильно помогла. Мы делали фильм для ВГТРК, для телеканала «Россия-1» 10 лет назад, к 20-летию разрушения Советского Союза. Мне нужно было найти людей в Соединенных Штатах, кто участвовал в процессе разрушения. И этот человек мне подсказали, самое активное участие принял, и тогда я отправилась писать с ним интервью, телевизионное интервью. И что-то, какие-то свои цели, вероятно, он преследовал, но он с большим желанием рассказал, как они это делали. На протяжении двух часов с лишним я выслушивала все, что они делали против моей страны. Когда вам в вашей работе вот так крупно повезет, хватайтесь за шанс. Когда подобные шансы перед вами разворачиваются, держите его и используйте. Итак, я цитирую Роджера Робинсона из этого видео. Нам нужно было радикально отвергнуть стратегию умиротворения. Видите, он использует слово, которое мы используем в отношении Третьего Рейха, в отношении Гитлера. Умиротворение и заменить ее на активную, жесткую, если нужно, агрессивную и непреклонную стратегию. Мы занимаемся освобождением мира, и поэтому мы будем действовать соответствующе. Итак, при президенте Рейгане мы тщательно целились в источники жизнеобеспечения СССР в твердой валюте. Мы разработали стратегию, которая помогла нам снизить валютные доходы СССР и урезать Союзу доступ к финансовым кредитам, основным источником поддержания деятельности Советского Союза и внутри, и за рубежом. Когда мы помогали всем другим государствам, от Кубы до Африки, до Вьетнама, на это, естественно, требовались финансовые средства, требовалась валюта, и они посчитали, что нужно примерно 30 миллиардов долларов в деньгах той эпохи. И это как раз те деньги, которые Советский Союз получает от экспорта газа и нефти. То есть перекроешь эти поступления, Советский Союз не сможет помогать всем государствам в мире. Итак, вот смотрите, какой образ он приводит. Это то, как они мыслили, то, как они думали. Очень важно, ребята, понимать, как ваш оппонент, противник мыслит. Вы должны научиться мыслить, как он. Вы должны предугадывать, освоить его логику и читать его мысли, если вы хотите стать хорошими специалистами. Это процесс, который требует достаточно долгого времени, но, тем не менее, постепенно мы к нему приходим. Итак, в деле перекрытия кислорода пациенту, который уже лежал в госпитале, в экономическом и финансовом смысле, наиболее важными были два слабых места. Во-первых, советский природный газ, ну и во-вторых, нефть, он заканчивает цитату. То есть вот этот образ, когда советская экономика – это уже пациент, лежащий в больнице, опутанный трубками жизнеобеспечения. И вот эти трубки, каждую из них, они старались пережать. Итак, в отношении транссибирского газопровода, газопровода Уренгой-Памаро-Ушгород, следующие санкции были введены. Для Западной Европы США решили, что она не будет покупать больше, чем 30% от своего общего потребления советского газа. То есть 30% советского газа и больше никак. Это, конечно же, диктат, это, конечно же, экстратерриториальное решение, но именно таким образом Соединенные Штаты действовали и тогда, как они действуют сегодня. Да, и провели это решение через Международное энергетическое агентство в мае 83-го года. Откуда Европа будет брать газ? Тогда жиженого газа из Соединенных Штатов, как сегодня, еще не было. Значит, они заставили европейцев разрабатывать газ в Норвегии. Это стоило гораздо дороже, и они назвали это так саркастически, это вам надбавка за безопасность. Цена более дорогая. В декабре 81-го года Белый дом запретил корпорации General Electric, это основной американский поставщик оборудования для строительства газопровода, запретил им экспортировать технологии оборудования. Вот просто запретил. Своей компании, ну, они теоретически могут запретить. Их приглашают в Совет по национальной безопасности, говорят, это и парни, да, и мы знаем, что вы денег много на этом делаете. Но наша безопасность важнее, чем ваши прибыли. Значит, прекращаете эти контракты. Далее. В Европе у General Electric были лицензиаты, которые по лицензии производили то же самое оборудование. Следующий раунд санкций США запрещают лицензиатам General Electric производить и поставлять в Советский Союз это оборудование. Далее оставались еще независимые европейские компании, которые продолжали поставлять оборудование Советскому Союзу. И вот что говорит Робинсон. Этим компаниям из Германии, Франции, Италии, Великобритании сказали, выбирайте, вы поставляете на рынок Советов или на рынок США, но никак не обоим. В результате наших мер три компании обанкротились. Это называется контроль импорта. Дорогие друзья, и это тогда так называлось, и это и сегодня так называется. И в последние недели Соединенные Штаты опять вводили санкции в рамках этого так называемого контроля импорта. А это, объясняет Робинсон, это экономический эквивалент ядерного удара. Ну и компании, даже европейские, очень часто поставляют на рынок США гораздо больше, чем они поставляют на рынок России. И если они поставлены перед выбором, то чаще они все-таки выбирают рынок Соединенных Штатов. Так, вся эта стратегия была оформлена в документы, стратегические документы. Ребята, очень важно, когда вы занимаетесь исторической исследовательской работой, читать первоисточники. Это в американском случае очень хорошо, потому что все архивы у них достаточно полно цифровизированы, и все это находится в открытом доступе. Так что находите, читайте. Да, это уже было, видите, написано «unclassified» повсюду. Это было уже рассекречено. И вот директива номер 66 от ноября 1982 года. Это экономические связи Восток-Запад и санкции, связанные с Польшей. Вы удивитесь, откуда здесь Польша? Вы правильно удивитесь. Так вот, дело в том, что еще в 1978 году на престол в Ватикане вдруг восходит поляк. Впервые с 1523 года, то есть за 500 лет, папой становится не итальянец. Любой другой человек. А почему Польша? Спросите вы. А потому что Польша, как центр социалистического лагеря, стала также для США центром подрывной работы против этого социалистического лагеря. Организация польского договора, объединение социалистических стран, они начали разрушать прямо из центра, из Польши. Используя те противоречия внутри Польши, которые существовали. Итак, очень скоро, по-моему, в 1980 году римский папа Иоанн Павел II приезжает в Польшу. И прямо там уже через две недели подписан новый договор с профсоюзами. И создается профсоюз «Солидарность». Вы в другой раз почитаете про операции Центрального разведывательного управления через Ватикан. Это интереснейшая тема. Но как раз профсоюз «Солидарность» именно таким образом и создавался. Профсоюз «Фальшивый». И они начинают обострять ситуацию профсоюз «Солидарность». И к декабрю, меньше чем за год, ситуация доходит до такого состояния, что войск Ярузельский, глава Польши, вынужден вести военное положение. 12 декабря, да, войск Ярузельский звонит в Москву, говорит, всю ответственность за этот шаг я возлагаю на себя. Но Соединенные Штаты, естественно, возложили ответственность на Советский Союз. И все те санкции, которые уже были введены, они привязывают к Польше. И заставляют, привязывают к ответственности Советского Союза за события в Польше, за подавление профсоюза «Солидарность», которую они сами и организовали, как обычно. Еще один важный документ, директива, да, это все называется, директива, запомните это название, National Security Decision Directive. Это самый высокий документ, который подписывает президент. НСДД по-английски. И номера 66, и следующий 75. Значит, если предыдущий описывал экономические меры, то вот этот документ описывает, дает общую картину, как говорит Робинсон, интегрированной системной стратегии с целью отбросить и в конечном итоге привести Советский Союз и его империю к смерти. Я даже не выдумываю эти слова. Вот. Со стороны Германии. Сейчас посмотрим. Итак, давайте вот это сначала разберем. Итак, экономические финансовые меры. Газопровод Уренго и Памары-Ужгород мы с вами рассмотрели. То, что было предпринято. Цены на нефть. Естественно, нефти мы добывали и поставляли много. И в итоге снижение цены на нефть на 1 доллар за баррель лишало нас от половины до целого миллиарда долларов в бюджет. И тогда, в 80-м году, нефть стоила 35 долларов за баррель. Через 5 лет она опустилась в 10 и ниже. Кто занимался переговорами с Саудовской Аравией для снижения, повышения добычи нефти? Директор ЦРУ Билл Кейси. Он делал это напрямую. И Робинсон, есть несколько забавных моментов в интервью. Он рассказывает, что саудовцы повели себя сговорчиво в плавении повышения добычи. Это был один из тех случаев, когда мы прямо давали указания. Вот такие отношения у Соединенных Штатов Саудовской Аравии. И сейчас они примерно такие же. Саудовская Аравия, это наряду с Израилем, это самые надежные союзники США в регионе. Особенно во времена Дональда Трампа это было. Сейчас чуть-чуть меньше, но тем не менее, все равно все так же. Вот, далее. Запрет на кредитование. Да, таким образом, это второй способ понижения дохода в бюджет. Следующий способ. Запрет на кредитование и принуждение к быстрой выплате процентов по кредитам. Соединенные Штаты запретили своим банкам, точно так же, как с General Electric они сделали, запретили давать кредиты Советскому Союзу и вынудили Советский Союз выплачивать быстрее, чем было предусмотрено по плану. И мы честно пытались отговорить даже частные коммерческие учреждения от предоставления Советам взаймы. Честно пытались. Так, и четвертый пункт. Запрет на приобретение технологий. Все, что сложнее компьютера IBM 360, а это был простенький компьютер даже по тем временам, было запрещено для поставок в Советский Союз. Это решение было проведено через Координационный комитет НАТО по многостороннему контролю за экспортом. КОКОМ коротко называется. Это название вы все еще можете услышать. Так, а что... Да, дальше давайте посмотрим. Теперь военные меры, естественно, там были. В этом плане было 8 пунктов, 4 по экономике и 4 следующих. Пентагон запускает гонку вооружений, заставляя Советский Союз расходовать больше на вооружение. То есть, с одной стороны, доходы перекрывают и заставляют тратить больше денег. Это такая ситуация цук-цванга, как в шахматах. Затем, какой бы ход ни делал, все равно это проигрыш для тебя. Больше или меньше. Далее. Соединенные Штаты размещают баллистические ракеты, першинкой крылатой ракеты в Европе. Если из Америки лететь сколько-то десятков минут, из Европы эти ракеты долетают до территории Советского Союза за 6 минут. И вот нам дается 6 минут для того, чтобы отреагировать. Это было провокационным шагом, признает Робинсон. Однако ясно дало понять, что мы не собираемся сидеть сложа руки, пока Советский Союз продолжает расширять свое влияние в Афганистане и на других территориях. Расширять влияние – это значит помогать Афганистану, помогать Анголе, помогать Кубе, другим странам Латинской Америки. И видите, он знает, что это провокация. Точно так же Соединенные Штаты устроили провокацию в 2013-2014 году с Украиной, и мы не можем не ответить на такие провокации, потому что это означает проигрыш. Но и ответ нам стоит достаточно дорого. Мы все равно, конечно же, отвечаем. Далее идет война в Афганистане. Вашингтон наращивает поддержку маджахедам, естественно, финансирует поставки вооружений совместно с Саудовской Аравией и другими странами. Но апогей наступает, когда США начинают поставлять комплексы «Стингер» в 1986 году. Это крупная военная проблема, потому что «Стингерами» можно сбивать советские вертолеты. И тогда это действительно существенно увеличило жертвы с нашей стороны в Афганистане. Так, ну и еще один пункт – подрывная деятельность Польши через профсоюз «Солидарность», который был создан, и создается ЦРУ, и возникла кризисная ситуация в Польше. Параллельно, естественно, ведется жесткая пропаганда. Советский Союз назван империей «Излам», на это мы тоже все помним. US Information Agency, USIA, информационное агентство США, изобрело термин «общественная дипломатия» и активно занимается этим через различные голоса, «Голос Америки», «Радио Свобода», «Свободная Европа», которые продолжают работать. Ну и, наконец, был создан в 1982 году Национальный фонд демократии, National Endowment for Democracy. Как рассказывают его разработчики и создатели, то, что мы делаем сегодня, в 80-е годы, раньше делала ЦРУ. Потому что 10 лет назад был скандал, журналисты в Америке раскрыли факты финансирования Центральным разведывательным управлением массы некоммерческих общественных организаций в самой Америке, а большой скандал, потому что ЦРУ не имеет права действовать на территории своего государства. И началось так называемое продвижение демократии. Дорогие друзья, мы, конечно же, все за демократию. Демократия – это власть народа в своей стране. Так вот, демос в России – это российский народ, он и должен править, и Соединенные Штаты к этому отношения не имеют никакого. Точно так же, как в Америке, пусть правит американский народ, и в каждой стране свой народ пусть решает, что лучше для страны. К сожалению, Соединенные Штаты извратили сам термин демократии, и теперь каждый раз, когда говоришь о демократии, приходится уточнять, что используешь этот термин в изначальном значении слова, в исходном, как в Греции. Так, а что же европейцы на это все сказали? В Германии тем временем руководили Гельмут Шмидт до 1982 года и затем Гельмут Коль. Наши европейские союзники, говорит Робинсон, должны были понять, что прибыли рабочие места, и их интересы в отношении Советского Союза требуют коррекции, исходя из нашей общей безопасности. Потому что на самом деле, собственно, основы НАТО начали загнивать. То есть Европа благополучно торгует Советским Союзом. Мы видели это, сколько компаний было задействовано. Точно так же и сегодня Европа категорически заинтересована в развитии нормальных экономических отношений с нами. Однако Соединенным Штатам это совершенно невыгодно и в экономическом, и в политическом смысле. Поэтому они накладывают и сегодня на Германию своего ближайшего партнера массу санкций. Это фактически означало применение закона в США к Европе по принципу экстратерриториальности, говорит Робинсон. Это слово приводит их в бешенство и сегодня, не говоря о тех временах, говорит Робинсон 10 лет назад. И сегодня тоже их приводит в бешенство, конечно. В Европе они были не просто расстроены, они рвали и метали. Вот как они были недовольны тем, что нужно было пойти на разрушение десятилетий усилий, затраченных на разработку стратегий маневрирования, управления отношениями с Советским Союзом. Действительно, отношения противоречивые и сложные, но и европейцы, конструктивная часть европейцев, прилагали максимум усилий для того, чтобы наладить, чтобы это было выгодно. Вот, а что мы видим сегодня? Госсекретарь Энтони Блинкен, который вступил в должность в январе, два месяца назад, он, оказывается, написал дипломную работу по теме, ровно этой теме, о том, как администрация Рейгана накладывала санкции на Европу в 80-е годы. То есть он этот период знает досконально. И сегодня, и для него это повтор той ситуации. Его заключение в те годы в дипломной работе было следующее. Да, трубопровод, газопровод – это негативный проект для Соединенных Штатов, но отношения с союзниками, с Европой важнее. Не нужно было накладывать санкции. Тогда молодому Энтони Блинкену было 23-25 лет. Вот сейчас он, с одной стороны, да, старается, прикладывает усилия администрации для того, чтобы отношения с Германией в первую очередь сохранить. Но при этом давление и изнутри, и интересы США диктуют необходимость остановки Северного потока-2. Тем не менее, примерно месяц назад с Германией было достигнуто некое соглашение о том, что трубопровод будет, что Северный поток будет. Но сейчас, буквально вчера, были очередные новости о том, что они думают, как бы все-таки прекратить его строительство. Так что вот эти внутренние противоречия внутри транслантомтического сообщества, они продолжаются. А мы на это все смотрим. И будучи информированы о том, как подобная схватка разворачивалась 40 лет назад, мы можем на этой основе делать информированные гипотезы. Гипотеза – это еще не значит, что она сбудется, так и будет, но тем не менее мы можем исследовать, проводить качественные исследования вот таким образом. Итак, все эти восемь пунктов плюс идеология составляли стратегию экономического и финансового ослабления либо уничтожения Советского Союза. Начали они разрабатывать эту стратегию в 81-м году, с самого начала администрации Рейганом. И сейчас мы дальше увидим, конечно же, большая часть даже из них не верили, что Советский Союз может быть разрушен. Но они считали, что за годы, за пять, за десять лет наберется достаточный эффект, который ослабит СССР. Большинство все равно не верили в то, что Советский Союз может исчезнуть, при том, что Рейган был настроен именно на этом. Итак, смотрите, что говорит Робинсон. Очень важная цитата. Когда мы начали вставлять палки в колеса советской экономики и засыпать песок в ее мотор, управление этим сложнейшим комплексом вышло за пределы человеческих возможностей. Знаете? Когда проблем для государства создается столько, что одновременно их всех решать ресурсов нет. И это при всех других процессах, которые происходили в Советском Союзе, это лишь одно направление работы. Были и диссиденты, было и НТС, Народно-трудовой союз, была и работа с советским руководством, с Горбачевым и далее. Так что это действительно была очень комплексная, многоплановая стратегия. И еще вот один образ Робинсон дает. Со временем, мы верили, мы могли бы спровоцировать крушение, в кавычках, поезда, вот этого экономического поезда из неумолимого потока проблем, который мчится к банкротству и коллапсу. В более широком смысле нам нужно было ускорить крушение этого поезда. Так, итак, некоторые детали о том, как это работало. Правда, цифры сбились, из другого формата переходило, видимо, поэтому. Итак, да, всего несколько человек, вот те четверо, о которых мы говорили в начале, были ядром группы и искренне верили в способности Рейгана. Это был межведомственный процесс, то есть усилия всех ведомств были объединены в рамках Совета по национальной безопасности. Это был секретный план даже внутри администрации, только 12-13 человек знали о нем, потому что было много противников. Этот план считали провокационным и контрпродуктивным, и некоторые люди в Белом доме, и в Центральном разведывательном управлении, и уж, конечно, в Европе. Нам приходилось сдерживать устрашающее количество оппозиции, рассказывает Робинсон. Ну, а мы тем временем строим газопровод. Наш ответ Рейгану – газопровод Уренгой-Памар-Ушгород досрочно. Вот Рональд Рейган заявляет, что Москва теперь империя зла. Ну и каких результатов добились они? Транссибирский газопровод Уренгой-Памар-Ушгород – первая ветка – задержка пуска на полтора года, а вторая так и не была построена. Истощение экономики и всей системы за счет ее перегрузки. Рассчитывали, да, что негативные эффекты будут накапливаться. И, смотрите, в 1981-м началась реализация этой стратегии. В декабре 1991-го, ровно 10 лет спустя, первый и последний президент Михаил Горбачев заявляет о том, что Советский Союз прекращает существование. Робинсон, я спросил у него, что вы ощущаете, вы были таким молодым, и вот смотрите результат ваших усилий. Это было ощущение восторга. Это было непередаваемое чувство радости. Это было всепоглощающее чувство. И я испытываю огромную радость, говоря об этом даже сегодня. Дорогие друзья, вот это наш противник. Вот это то, что они предпринимают против нашей страны. И против наших союзников, против тех государств, которым мы помогаем. Наша задача – знать максимально хорошо то, как они работают против нас. И не попадать в разные ловушки. И моментально, как только вы видите элементы партии, сыгранной в прошлом, потому что вы изучили эти партии, а сегодня вдруг, в сегодняшней реальности, в новостях вы видите отдельные элементы этого. Значит, начинаем понимать, что что-то подобное происходит. И начинаем анализировать ситуацию, а что же такое они делают конкретно сегодня. И как нам этому противодействовать. Подобные операции проводились не только против Советского Союза, но и против всех наших друзей, конечно же. В Европе тоже против левых сил в Европе. Можно рассмотреть. Кто-нибудь из Греции, ребята, есть? В Греции очень интересный случай. Никого нет, но тем не менее изучите. Только что вышел новый журнал, новый вестник Воронцово-Поле. Там есть небольшая краткая статья на эту тему. Пожалуйста, читайте. Чрезвычайно интересный журнал. И еще в ответ на ваш незаданный, ну я уверена, у вас есть вопрос, а что же читать. Если вам нужно прочитать одну книгу по внешней политике Соединенных Штатов, берите вот эту. «Вильям Блум. Убийство демократии. Операции ЦРУ и Пентагона в период Холодной войны». В этой книге 56 глав. Каждая глава описывает операции против какого-либо государства. Вильям Блум кто такой? В годы войны во Вьетнаме он антикоммунист, поступает на службу в государственные департаменты. Изнутри он видит, что на самом деле представляет собой американская политика. Последующие 40 с лишним лет он тратит на то, чтобы развенчивать ее, рассказывать людям о том, что США делают на самом деле. И вот эта книжка – это настоящая энциклопедия по методам, по методологии, по инструментам работы Соединенных Штатов против других стран, против стран, которые они считают своими противниками. Так что это великолепная книга. Даже если у вас есть знания про Америку, она располагает их по-новому. Она на несколько уровней сразу поднимает ваше понимание ситуации. Так что можете провести с ней определенное время и найдите свою страну, она там, скорее всего, есть. Продолжение этой книги Бильям Блум заканчивает на начале 90-х. Мы собрали коллектив авторов для того, чтобы написать продолжение и то, что делалось в последующие 30 лет. Книга закончена была в 2013 году. Можно дописывать опять продолжение, но, тем не менее, здесь еще 30 глав для того, чтобы получить обновленную. Обновленную еще раз только по техническим, технологическим способам. В 80-е годы мы видели, были радио. Сегодня дополнительная работа ведется через соцсети и интернет, естественно. Обновление происходит, но суть, наполнение, методология – все та же. Дорогие друзья, будете изучать историю, у вас будет самая интересная и захватывающая жизнь. И профессия. И вы будете понимать реальность, а это так интересно. Я надеюсь, что вы продолжите. Сожалею, что на вопросы не осталось. Осталось, не осталось времени? Есть время у нас. Я думаю, вопросы будут. Добрый день, уважаемые присутствующие. Меня зовут Кига Анна. Я студентка факультета международных отношений МГИМОМИД России. Во-первых, огромное вам спасибо, Вероника Юрьевна, за прочитанную лекцию. Я вас знаю как одного из ведущих специалистов международной повестки. Следовательно, мне очень интересно здесь находиться. Мой вопрос заключается в следующем. На днях произошел вопиющий инцидент, связанный с президентом США и Владимиром Владимировичем Путиным. На одном из интервью лидер США некорректно выразился в адрес Владимира Владимировича, обозвав его преступником. На что, конечно же, общество отреагировало не совсем доброжелательно. А также он не совсем, ну то есть расплывчисто обозначил дальнейшее будущее их отношений. Владимир Владимирович ответил, конечно же, очень корректно и толерантно сдержанно на данное высказывание. А также предложил провести в дальнейшем, так сказать, телемост, прямой эфир между лидерами, как вариант дальнейшего их проведения диалога. Как вы считаете, как данный инцидент повлияет на отношения в будущем, как непосредственно между лидерами, так и между странами нашими, США и России? И как, в принципе, к чему это может привести? Содержательный вопрос, Анна, да, видно студенты международных отношений, человека, изучающего их. Итак, давайте посмотрим на ситуацию. Президент Байден в формате интервью с Джорджем Стефанополосом. Кто такой, мы как исследователи смотрим на персоны, кто такой Стефанополос? Стефанополос гораздо больше, чем журналист. Он при Билле Клинтоне в начале 90-х был его пресс-секретарем и главой пресс-офиса. То есть это не только человек, который задает вопросы, это человек, который в данном контексте особенно задавал повестку. Еще до того он задал вопрос, а как дорого Путин заплатит? Там они говорили, говорили, какую цену вмешательства, как дорого Путин заплатит. И тут он подбрасывает слово «killer». Это слово с английского переводится разными способами. Конечно, в том контексте это не убийца. Это скорее враг-противник. Но тем не менее Стефанополос установил вот такой радикально, резко враждебный и негативный тон разговору. И он это даже в большей степени навязывал Байдену. Байден даже после того, как ХМ поддакнул на это определение, он все равно сказал, ну мы будем выстраивать, будем сотрудничать с Россией там, где это полезно. Видите, конечно, может быть человек в тот день был не в лучшей форме, его легко было сбить, но в любом случае, конечно же, нам не стоит ждать, зная все это, зная то, что мы сегодня обсудили, нам не стоит ждать практически ничего позитивного со стороны Соединенных Штатов. При любом президенте у нас была иллюзия, что Дональд Трамп России друг, да нет, конечно же, он никакой не друг. И пока он говорил какие-то добрые слова, которые ему ничего не стоили, весь аппарат Соединенных Штатов препятствовал строительству северного потока, накладывал санкции, 60 с лишним раундом санкций при Трампе, часть при Обаме еще. Ну а о какой дружбе, о каких позитивных отношениях может идти речь? Так что вот это константа наших отношений с Соединенными Штатами. И более того, дорогие друзья, это норма. И вы увидите, что любое государство, которое настаивает на своей независимости, настаивает на своем суверенитете, всегда встречается жесткой реакцией Соединенных Штатов. И это просто та реальность, в которой нам, всем, вам работать. Дружба – это то, что может быть между людьми. И, конечно, среди американского народа у нас есть друзья, и, наверное, большинство из них, в общем, не поддаются и той пропаганде, и с ними можно дружить. Но у системы, американской системы друзей, нет вообще. И такого слова нет. Не будем оставлять эти иллюзии. Так что наша задача, как шахматисты, как делают доктора, изучать нашу науку, прогнозировать, хорошо знать историю, внимательно наблюдать за происходящим и прогнозировать будущее на основе наших всех знаний. И это очень интересная работа и полезная в любой профессии. Спасибо большое, Вероника Юрьевна. Еще раз показали, что действительно любому политику знание истории нам необходимо. Спасибо большое. Еще есть время на один вопрос, пожалуйста. Еще раз большое спасибо за интересную лекцию. У меня, на самом деле, очень много вопросов, но есть время только на один, я задам только один. Скажите, а все-таки не хочется углубляться, конечно, в, скажем так, альтернативную историю, но все-таки какие возможности у Советского Союза были ответить на вот те меры Соединенных Штатов, которые оно предпринимало? И почему все-таки, ну, внешняя политика Советского Союза в итоге, ну, можно ее назвать, как мне кажется, провальной к концу 80-х годов? Провальной именно с точки зрения, если мы рассматриваем Советский Союз, именно как национальное государство, конечно. Очень глубокий вопрос вы задаете, и я над ним тоже думаю. И это, конечно же, потребует еще дополнительных исследований. Почему мы тогда, ну, хотя бы в начале 80-х, не смогли все это рассмотреть вовремя и воспрепятствовать этому? Была ли действительно советская система в те годы ослабевающей, да? Терялась ли мотивация системы? После 85-го все понятно. Михаил Горбачев для себя с самого начала принял решение, что он систему сдает. От коммунизма он отказывается. И его задача была перевести систему в формат социал-демократии. Но, конечно, таким непрофессиональным образом и с негативными намерениями в отношении собственной страны можно было только способствовать ее ослаблению, разрушению. Так что, да. Ну и Ельцин затем продолжил работу, которая была сделана Горбачевым, естественно. Используя русские национальные чувства против Советского Союза, независимость России от Советского Союза, это совершенно абсурд, конечно же. И это та идея, которую продвигали в свое время и эмигранты за рубежом, и все те, кто через НТС и через Центральное разведывательное управление работали против СССР. Но что происходило в начале 80-х, это нам еще требуется выяснять, почему мы не мобилизовались. Потому что враг может разрушить страну, если мы не сопротивляемся. А тут произошла расфокусировка боли. Вот, так что это все мы будем еще выяснять. И самое главное, не повторять, конечно, тех ошибок. Вот еще почему мы изучаем историю, чтобы не повторять те ошибки, которые были сделаны. Вот, так что, ребята, наше будущее в наших руках. И если кому и придется спасать, ну, нам Россию, вам свои страны, у вас будут все знания и инструменты. Давайте, удачи вам. Спасибо.